Привет всем! Благослови всех Господь и сохрани всех Господь! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Вчера я разговаривал с одним человеком почти два часа. Это православный человек, который мне два часа пытался объяснить, что я не спасенный человек. Он мне пытался два часа объяснить, что я неправильно покаялся. Он мне пытался два часа объяснить, что меня Иисус Христос не мог спасти. И он мне пытался два часа объяснить, что мы спасаемся по нашим делам. И вот представьте, за эти два часа я ни одного слова не услышал от него про Иисуса Христа Спасителя. Я ни одного слова за два часа не услышал, что мы спасаемся по благодати и милости через веру в спасение. Все! Это спасение есть Иисус Христос. Два часа Он просто меня хотел, мне хотел объяснить, что когда меня Иисус Христос спас, когда я умирал в своей комнате, реально я умирал, плювал кровью. И этот человек, который вроде знает Библию, я ему уже объяснял все из Библии, каждое место Писания, что делами закона не оправдается никакая плоть, что наше тело греховное, что через Адама и Еву пришел грех в нашу жизнь и через Иисуса Христа только мы можем прийти к Богу. Аминь! Слава Богу Иисусу Христу Спасителю! К чему я записываю этот ролик? Я хочу сказать вам всем, братья и сестры, начните читать Библию, покайтесь, примите Иисуса Христа как Спасителя и читайте Библию самостоятельно, разбирайте ее самостоятельно, ищите, читайте глубже. Есть откровения, на канале очень много информации, так что, чтобы ты был реально спасенный, я чувствую, что я сегодня спасенный, я сегодня и сейчас спасенный. Человек, который ходит в храм ставить свечки и общается с каким-то батюшкой, с батюшкой, освященным батюшкой, и он мне объясняет, самая правильная религия, это православие, во-первых, уже религия. Про какую религию? Иисус Христос это спасение, это спасение и свобода в Боге. Бог мне дал реальную свободу в Боге, это через Иисуса Христа. Когда человек мне уже не может сказать, о, Толян, ты такие грехи раньше делал, ты падал после покаяния, ты не падал. Знаете, вот этот бред несут. Я спасен по благодати и милости, я не по своим делам спасаюсь. Пожалуйста, люди, обращаюсь ко всем, не убирайте благодать с вашей жизни, не убирайте Иисуса Христа с вашей жизни. Мы спасаемся только через веру в спасение и жертву Иисуса Христа. Никто не может получить спасение без Иисуса Христа. Это единственное спасение в жизни, это Христос и все. Это конкретный важный момент, потому что Бог мне дал свободу двигаться в нем. Библия, Слово Божие истина говорит, познайте истину, познайте Иисуса Христа и вы будете свободны. Свободны в Боге. Когда никакая плоть, которая живет без Бога или духи поднебесные, они не могут тебе сказать, ах, брат, ты такой грешный, что ты говоришь про Бога, в тебе нету спасения, ты не святой. Есть святой батюшка, который сидит там с таким крестом на животе. Вот к нему надо идти. И Библию вообще не надо читать, надо читать священные писания. Я не знаю, про что он говорит, какое священное писание. Библия, она по всему миру одна. Там перевод, да, есть новый. Но смысл Библии, она свидетельствует Библию о моем спасителе Иисусе Христе. И это самый главный смысл, который есть. Почему человек, который, да, я вчера два часа реально с ним разговаривал, и он думал, этот дух в нем, он думал, он меня пробьет. Он думал, он мне сможет объяснить, что я не спасенный. Я ему с Библии приводил примеры, где Иисус Христос освободил меня от клятвы закона, сделался за меня клятвы. Где в Библии также стоит, что Бог любит меня вечной любовью. Также в Библии стоит, ибо Бог возлюбил мир, Он возлюбил нас и отдал Сына Своего, из любви к нам, единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И этих моментов очень много в Библии. Иисус Христос пришел спасти погибшее, из которых я первый. И их дальше можно про это говорить. Это просто начало. Там столько таких моментов, где Библия свидетельствует о Иисусе Христе Спасителе. И вообще я лично свидетельствую, что Библия это истина. Много моментов из моей жизни это говорит Библия. Раньше я не читал Библию, это было в моей голове. Я начал читать Библию, все стоит в Библии, что я думал. Как так? Это Дух Святой говорит. Из-за этого, братья и сестры, не дайте никакому человеку объяснить вам, что вы не спасены. Вы спасены только по благодати и милости. Не по вашим делам. Не смотрите на эти гробы окрашенные, которые думают, они такие святые, святоши, да? Да какой ты святоша? Без Иисуса Христа Спасителя ты не можешь прийти к Богу. Он есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Аж на воздух заканчивается. Просто я говорю, я благословляю каждого человека, кто сейчас это слышит. Поймите одно, спасение только в Иисусе Христе. Он нас спас, оправдал и привел к нашему Отцу. И теперь Он уже в нас живет, чтобы ты познал это. Чтобы твоя жизнь была с Богом в свободе, а не в рабстве человека. Зачем тебе жить в рабстве человека, если Бог тебя освобождает в твоей комнате на колене. Освобождает, благословляет и ведет. Все, ты полностью свободен от человека. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю за путь истинную и жизнь вечную. Если бы не Бог в моей жизни, то не дай Бог, только Ему вся слава. Аминь. Слава Богу. Я хочу до конца за Ним идти, не сдаваться. Даже если мы в какой-то степени где-то делаем ошибки. Но самое главное, что мы сделали, мы приняли Иисуса Христа как спасителя. Мы приняли благодать и любовь Божию. Это и есть Христос. Аминь. Слава Богу Иисусу Христу Спасителю.